Соломбальская библиотека представляет презентацию, посвященную памяти жертв политических репрессий. Слон. Соловецкий лагерь особого назначения. Осенью 1923 года на Соловецких островах был создан Соловецкий лагерь особого назначения. Это был один из самых крупнейших лагерей в 20-х годах. Почему он имел статус особого назначения? Он предназначался для злейших врагов советской власти, а также уголовного элемента, которые были осуждены по внесудебным приговорам о ГПУ. Почему лагерь разместили именно на Соловках? Это прежде всего связано с тем, что задача была изоляции опасных преступников от общества, и острова Архипелага подходили как нельзя лучше для этого. К тому же от монастыря лагеря досталась инфраструктура, где заключенных можно было поселить, и от монастыря лагеря достались производства, где заключенных можно было занять работой. То есть задача была изоляция и перевода на самоокупаемость, чтобы заключенные могли сами себя прокормить. История лагеря с 1923 по 1939 год словно делится на три периода. Первый с 1923 по 1929 год – это период становления лагеря, когда все заключенные находились на островах Архипелага, на Соловках находилось управление Соловецким лагерем. Второй период с 1929 по 1937 год, когда структура лагеря начинает меняться, он начинает выходить на материк, и лагерь, который остается на островах, становится структурным подразделением более крупных лагерей, которые появляются на материке, и управление лагерем переносит в кель. И третий период с 1937 по 1939 год, когда Соловецкий лагерь реорганизовали в Соловецкую тюрьму особого назначения. И уже в конце 1939 года, в преддверии Второй мировой войны, Соловецкая тюрьма была закрыта, и все заключенные были переведены на материк. И уже 6 июня 1923 года Соловецкий лагерь принял первых заключенных. Все этапы заключенных формировались в Ленинграде и в Москве, затем их по железной дороге доставляли до ближайшего железнодорожного узла, и затем уже выжившими монастырскими пароходами перевозили на Соловки. По прибытии заключенных на Соловки, их встречало лагерное руководство, и заключенным сразу озвучивали, что здесь нет власти советской, здесь только власть соловецкая. Каких осужденных отправляли в Соловецкий лагерь особого назначения? Само положение по лагерю было принято только в 1924 году, и целый год отправляли заключенных всех. Но в 1924 приняли положение, и было определено 5 категорий заключенных. Хотя в реальной жизни, по воспоминанию заключенных, категорий тоже было 5, но делились они немножко по-другому. Это была команда надзора, которая занималась внутренней охраной лагеря, уголовники, каэры, то есть контрреволюция, включая 58 статью, политики, то есть члены политических партий, оппозиционные большевикам и духовенство. Как размещались заключенных на Соловецких островах? С 1923 по 1929 год было 6 лагерных отделений. Первая – Кремлевская на территории монастыря, вторая – Саватевская в Саватевском скиту, третья – Муксалманская на острове Большая Муксалма, четвертая – Секирная на Секирной горе в Свято-Вознесенском храме было штрафное мужское отделение, пятая – Кондоостров и шестое – Анзерское на острове Анзер. Начиная с 1929 года уже территория островов стала сама особым уже отделением более крупного лагеря, которые появились на материке. Первое кремлевское отделение находилось на территории монастыря. Это было самое большое отделение, в него входило 80% всех заключенных. И на территории монастыря размещалось 15 лагерных рот. Они отличались между собой по составу заключенных и по видам выполняемых ими работ. Заключенных содержали в разных местах – в храмах, в келейных корпусах, в подсобных помещениях. Когда заключенные прибывали на Соловки, первых 3-4 недели они находились в карантинной роте, где проходили медицинскую комиссию, которая определяла трудовую категорию. И от этого зависело, где заключенные будут работать, где их будут содержать и как их будут кормить. В первый период лагеря в основном действовали те производства, которые унаследовали лагерем от монастыря. Это был гончарный завод, механический, кожевенный, известково-алебастровый, лесопильный, салатопенный, дрожжевые, мастерские, кустарная промышленность, кирпичный завод, гончарный завод. Ну и в дальнейшем стали развивать, конечно, лесозаготовки и добычу торфа. Это был самый тяжелый труд, куда, как правило, отправляли в наказание или тех, у кого не было плата. В лагере действовали 4 сельхоза и опытная сортоиспытательная станция. Сельхозы занимались животноводством, поливодством, луговодством, мелиорацией, парниково-огородным хозяйством, цветоводством. Были организованы цветоводство, коневодство и молочная ферма. Причем самой прибыльной отраслью оказалось сельноводство. Была устроена колбасная, коптильная, ветеринарная станция. Сортоиспытательная станция занималась акклиматизацией различных сортов огородных и цветочных культур и ставила опыт о поворачивании зерновых в северных условиях. И продукция с соловецких сельхозов частично даже вывозилась на материк для продажи. Осенью 1925 года был открыт пушхоз по разведению пушных зверей. Разводили лис, песцов, соболей, андатру и часть мехов даже вывозили на международные ярмарки. Часть денег поступала в бюджет лагеря. Вот эти все масштабные работы, которые осуществлялись, они требовали создания надежных путей сообщения. И уже в 1923 году была построена первая рельсовая колея – узкоколейка. А началом Соловецкой железной дороги можно считать 1924 год, когда стали использовать уже паровозную тягу. И в 1931 году уже лагерь имел три паровоза. Хотя последний раз Соловецкая железная дорога упоминается в официальных документах в конце 1931 года. С началом строительства Беломора Балтийского канала она была разобрана и все было вывезено на материк. Сама железная дорога не привозила не только грузы, но и доставляла заключенных к месту работы и обратно. Рабочий день в лагере продолжался 10 часов, не считая дороги к месту работы. Выходных почти не было. Праздничными свои свободные от работы считалось всего несколько дней в году. В дополнение ко всему еще устраивали ударники. То есть собирали заключенных на внеочередную работу и обязательно в редкие дни отдыха или после основной работы. Причем на эти работы необходимо было выходить всем заключенным. За отказ от работы строго наказывали и прежде всего, конечно, отправляли в штрафные изоляторы. На Секирной горе в Святом Зесецком храме было размещено четвертое штрафное отделение – мужской изолятор. Туда отправляли мужчин до одного года, но столько никто никогда не удерживал. Жестокий был режим в строгом изоляторе. Там же на Секирной горе приводили в действие расстрельные приговоры. На Большом Заяцком острове находился женский штрафной изолятор. Главной задачей советских лагерей в этот период провозглашалась перековка старого человеческого материала. Советская власть не карала, она исправляла, превращала злейших врагов советской власти в примерных строителей нового общества. И перевоспитание заключенных осуществлялось трудом, наказанием и культурным отдыхом. И решение этой задачи было возложено на культурно-воспитательные части лагерей. Культурный отдых соловецких заключенных. В 1923 году был открыт театр. Также были созданы духовой и симфонический оркестр. Было создано Соловецкое общество Кироведения для создания научной базы для рационального использования природных и историко-архитектурных богатств Соловецкого архипелага. Было открыто несколько школ для борьбы с неграмотностью. Было открыто две библиотеки – монастырская и общий лагерная. В 1925 году был открыт музей. Назывался Музей антирелигиозной пропаганды. Но основная задача музея было сберечь для науки быстро исчезающие памятники старины. В 1924 году вышел первый экземпляр журнала «Слон». Но впоследствии он был переименован в «Советские острова» и даже стали его распространять по подписке на материке. И в 1925 году вышла газета «Новые Соловки», которая освещала всю жизнь лагеря. Все масштабные хозяйственные работы, которые осуществляли заключенные в рамках Соловецкого архипелага, позволили принять руководству страны решение о том, что можно решать хозяйственные вопросы в масштабах всей страны. И когда в июле 1929 года было принято постановление об использовании труда заключенных, то все лагеря принудительного труда стали переименовываться в «ВТЛ» – исправительно-трудовые лагеря. И начинает формироваться система ГУЛАГа как исправительно-трудовых лагерей. А сам Соловецкий лагерь особого назначения, который находился на островах архипелага, к 1929 году практически полностью себя исчерпал. И Соловецких заключенных начинает отправлять на материк, на строительство железных дорог, на добычу полезных ископаемых и, конечно, на большие стройки. В 1930 году было принято решение о строительстве Беломоро-Балтийского канала. И в цели удешевления строительства советское правительство приняло решение использовать труд заключенных. И из Соловецкого лагеря особого назначения с 30-го года начинают вывозить трудоспособных заключенных на строительство Беломоро-Балтийского канала. Сам Беломоро-Балтийский канал планировали строить 3 года, но его построили в рекордные 20 месяцев, прежде всего, силами заключенных. И сам Соловецкий лагерь особого назначения, который находился на островах, в этот период начинает менять свою структуру. Он становится структурным подразделением более крупных лагерей, которые появляются на материке. И уже в 1933 году Соловки стали восьмым специальным штрафным отделением ББК ОГПУ. И на островах уже были организованы секретные изоляторы с тюремным содержанием. Уже в 1937 году восьмое специальное штрафное отделение ББК ОГПУ было передано Главному управлению государственной безопасности НГВД и реорганизовано в Соловецкую тюрьму особого назначения. В стон. В ней содержались социально опасные преступники, а также заключенные материковых лагерей, нарушавшие лагерный режим и трудовую дисциплину, и совершавшие побеги. И уже 1 декабря 1939 года, прежде всего в преддверии Второй мировой войны, учитывая стратегическое положение острова в Архипелага, было принято решение о закрытии Соловецкой тюрьмы особого назначения и о переводе всех заключенных на потери. И с конца 1939 года на Соловки пришли военные. Соловецкий лагерь особого назначения был одним из самых крупнейших в 20-х годах. И все масштабные хозяйственные работы, которые вели заключенные в рамках Архипелага, позволили принять руководству страны решение о том, что можно использовать труд заключенных для решения хозяйственных задач уже в масштабах всей страны. И впоследствии на сей территории СССР начинает формироваться огромное количество исправительно-трудовых лагерей системы ГУЛАГа. Как жили осужденные в Соловецком лагере особого назначения? Что им пришлось пережить? Это мы прежде всего узнаем из воспоминаний самих заключенных. Это трагические истории жизни и смерти. Книги, пронизанные болью, ужасом и абсолютным бесправием заключенных. Но это книги о тех, кто перед лицом мучителей и самой смерти сумел сохранить внутреннюю свободу и человеческое достоинство. Сколько заключенных прошли через Соловецкий лагерь особого назначения? По приблизительным подсчетам, через острова Архипелага прошли порядка 80-90 тысяч человек. Если брать с материковыми командировками лагеря, это порядка миллиона человек. Сколько погибло в Соловецком лагере особого назначения? Точно этого не знает никто. Заключенные погибали прежде всего от страшных тифозных эпидемий, никогда не прекращалась цинга, от непосильной работы, обморожений, самоувечий, побоев, от холода и от голода. Также в действие приводили расстрельные приговоры. По данным Государственного архива, с 1923 по 1933 год на Соловках погибло 7,5 тысяч заключенных. На сегодняшний день все-таки специалисты приводят цифру порядка 15-20 тысяч человек. А Михаил Розанов, который считается самым объективным летописцем лагеря, который сам в нем был, вот в своих воспоминаниях он приводит такую цифру, как 43 тысячи человек. Но точно не знает никто. В июне 1989 года на Соловках впервые прошли Дни памяти жертв Соловецких лагерей особого назначения. И с того времени Дни памяти проводятся ежегодно. И в то время была устроена аллея памяти, где уложили Соловецкие камни. Соловецкие камни – это памятники жертвам политических репрессий. И такие же камни уложены в Архангельске, в Санкт-Петербурге, в городе Москва.